В кабинете физиотерапии по местным меркам многолюдно. Тем, кто потерял конечности, здесь помогают встать на ноги. Процесс сложный и болезненный. Порой может занять год, говорят врачи. После изготовления протеза пациент в этом зале учится с ним жить и преодолевать первые метры. А это Виктор. Он потерял ноги после атеросклероза сосудов, а сейчас заново учится ходить. Это центр. Вот Бог. Вы знаете, я никогда не думал, что я буду ходить. Два раза на день. До обеда, два часа и после обеда час. Ну и физические упражнения там занимаемся. Там гантели, ну разные упражнения. В общем. Успехи уже есть у вас? Ну я хожу. Еще один пациент Рафик. На протезах передвигается уже 20 лет. Уверяет, что не только ходит, но и может залезть на дерево. Секрет таких возможностей – упорный труд и вера в собственность. Собственные силы. Вот только молодежь порой не желает уступать место мужчине в общественном транспорте. Лениться нельзя. Трудиться надо. Уверенность должна быть. Вера должна быть. Человек. Да, я смогу. Да, я буду. Вот тогда получится все. И страх. Самое главное – потерять страх. Молодежь в транспорте никогда не уступает. Одевает наушники или в телефоне. Когда говорят, пожалуйста, уступите место инвалидам. Чего я должен уступить? А что же плачу? И сколько раз приходилось за поручью держаться, без двух ног стоять. Часы упражнений, проходок и постоянная боль от мозолей – все это ради единственной цели вновь обрести движение. Физиотерапевты говорят, срок реабилитации меньше, если усилий и воли у пациентов больше. Над воплощением их мечты на предприятии трудятся более ста сотрудников. И сейчас под их опекой около 35 тысяч человек. Главная проблема – отсутствие в Украине учебных учреждений по подготовке протезистов. Здесь их приходится готовить самостоятельно. У нас еще есть специалисты, которые давно-давно закончили Ленинградский колледж. И, знаете, так вот, медицинское образование, если есть училище, допустим, и руки стоят у человека, его можно учить. Но, к большому сожалению, эти специалисты на вес золота. Техники протезисты, инженеры протезисты на вес золота. Поэтому мы стараемся создать все условия, чтобы они работали. Помощь от государства – это оплата услуг протезирования льготникам. Само же предприятие на постоянной финансовой диете. Несмотря на это, здесь успешно функционирует весь цикл изготовления широкого перечной спецпродукции. Его краеугольный камень – протезный цех. Здесь опытные мастера передают секреты ремесла молодежи. Аксакалы говорят, что главный показатель качества их труда – радость на лицах пациентов после выписки. Стараемся сделать так, чтобы они уходили от нас счастливыми. Все-таки с улыбкой. Приходится слезами, с недоверием, как получится. А уходят все-таки обнадеженные. И, знаете, немножко гордость за сердце щипает, что мы приложили все усилия. И так со стороны смотришь, что все-таки какое-то благостное дело, несмотря на все условия нашей жизни, мы сделали. И хочется, чтобы и везде так было. Молодежь на производство идет. Вот только удержать их бывает сложно. Тем не менее, медленно, но верно смена поколений происходит. Доказательства технического обновления специалисты показывают современную установку по изготовлению протеза «Стоп». А вот приобрести эту и другую продукцию можно в магазине, расположенном на территории предприятия. Здесь же готовы и проконсультировать всех желающих.